Не только люди нуждаются в поддержке. Об этом напоминает Всемирный день бездомных животных 21 августа. Волонтёры не жалеют времени и сил на помощь братьям нашим меньшим. Один день с защитниками животных провели мои коллеги. Екатерину Аганитову встречают домашние любимцы. Ещё совсем недавно они жили на улице. Первого щенка Лилу Екатерина приютила год назад. Сейчас у неё 4 собаки и 7 кошек, равнодушно пройти мимо которых она просто не смогла. Самые младшие три котёнка. Их нашли в траве около дома, когда им было всего несколько часов от роду. Вот мы их выхаживали, выкармливали. Первые 10 суток это очень тяжело, потому что надо смотреть, чтобы они выжили. Вот. Нам уже месяц и почти неделька мы вот такие пуфики сладкие выросли. С такими крохами Екатерина впервые. Малышей кормят из бутылочки специальной кошачьей смесью. Дочь Екатерины, 8-летняя Ульяна, пошла по маминым стопам. Сама спасла животное. Нашла беззащитного котёнка рядом с детской поликлиникой. Я маме сказала, что мы её заберём. И вот она у нас уже много лет. Главная задача волонтёра – приучить животное к дому и обществу. Тогда люди охотнее принимают таких питомцев в семью, нежели с улицы. За последние полгода Екатерина с дочерью нашли новый дом для пяти животных. Моя основная деятельность – быть мамой для ребёнка и постараться быть мамой для них тоже. И показать им, что правда не всё так плохо в нашем мире и в нашей жизни. У Екатерины Аганитовой есть единомышленники. Это группа из 15 активистов. Они спасают, лечат, пристраивают бездомных животных в Люберецком округе и ближайших районах Москвы. Екатерина с подругой Татьяной Зотовой каждый день приходят в так называемый «Кошкин дом». Волонтёры сами придумали такое название. Это заброшенное здание в частном секторе, где живут только коты и кошки. Нам, конечно, нужно бы настоящую передержку. Та передержка, где было бы в клетках, про карантинить и узнать анализы какие, чем лечить. Волонтёрам ничего не остаётся, как подкармливать животных. Покупают корм за собственные деньги. Новых котят сюда приносят почти каждый день. Люди не все понимают, что это не игрушка. Люди думают, что сейчас вот возьмут, не понравятся, могут отказаться, отнести и просто избавиться. Замуровывают дома, просто выбрасывают в лес. По словам волонтёров, лучший способ избежать большого количества никому не нужных зверей – это стерилизация. Но если животное уже на улице и нет возможности его приютить, наилучший выход – выложить его фото в группы в соцсетях, где на просьбу о помощи обязательно откликнутся. Я работаю. Я работаю, у меня трое детей. У меня много обязанностей. Но это я просто не могу исключить из своей жизни. Это как образ вашей жизни. Отчасти – да. Но это с детства. Я их просто люблю. Чаще всего домашнего любимца приобретают в магазине. Но совсем другое дело – спасти животное от гибели. Оно всегда будет это помнить и станет верным другом на всю жизнь.